Мы говорили о том, что есть энергия времени, она влияет на человека. И цель человеческой жизни — это научиться побеждать свою судьбу. Мы должны научиться быть счастливыми. То есть есть телесное счастье, энергия счастья тела идёт от природы. И мы не знаем об этом. Мы перестали понимать, как люди раньше, вот допустим, был такой фильм «Дерцу узала». Кто смотрел, знает, что этот мужчина, он всю жизнь был в лесу, жил в лесу. Находником был там, в лесу жил. И когда его дети решили забрать в дом, он вдруг начал чувствовать себя очень плохо там. Ему что-то не хватало. И он, несмотря на то, что он уже слеп, начал слепнуть, он всё равно ушёл в лес жить. Почему? Потому что он не чувствовал счастья, живя в замкнутом пространстве. То есть он был очень старый уже, но он при этом был здоровый. Только зрение у него страдало. Ну то есть мы не имеем такого ощущения, что нам чего-то не хватает в домах, в наших машинах, в самолётах. Потому что человек, в принципе, ко всему привыкает, и его старость захватывает постепенно. Вот, все люди сейчас очень больные. Все до одного, практически. Очень больные. Причина — это неправильная жизнь. То есть человеку не хватает энергии для того, чтобы жить нормально. И движение. То есть раньше люди, все люди очень много двигались. Потому что если ты не будешь двигаться, ты просто не проживёшь. Нужно было там поле вспахивать, сажать, там убирать урожай. Люди все жили в движении активно. Сейчас люди сидят за компьютером. А это означает, что энергия не движется внутри, она застывает. Поэтому уменьшаются защитные силы организма, уменьшается возможность быть здоровым. Люди психически начинают страдать. Многие дети слабоумием сейчас страдают. Количество слабоумных детей растёт с каждым годом. Потому что это зависит ещё от родителей. Если вы будете на свежем воздухе гулять каждый день, вот, подолгу, то тогда и плюсы с водой надо контактировать во время беременности тоже. Тогда ребёнок будет чувствовать себя лучше, у него будет больше сил, он будет счастлив. Понимаете? Но если мать сидит дома целыми днями, то, соответственно, ещё и на высоком этаже, тогда ребёнок напрягается там всё больше или больше, потом он рождается, и у него напряжение-то сохранётся. Если это напряжение в психике, то у него аутизм. А если напряжение в теле, то это ДЦП. Понимаете? Эти виды заболеваний сейчас просто повально, повально. Даже многие здоровые дети, они тоже плохо учатся из-за того, что психика очень напряжённая. Я помню, меня в детстве отдали в самбо, 8 лет, в секцию. Меня там гоняли, как сидра у козу. И я стал здоровым, крепким. То есть меня научили там закаливаться, научили... Я чувствовал себя отлично. То есть у меня было хорошее здоровье в детстве. Потому что родители позаботились, дали мне возможность двигаться, активно двигаться. Вот. А сейчас люди все страдают от того, что они неправильно живут. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Понимаете, это как бы всё, конечно, смешно, но это факт, что если совсем не имётся, уже надо чем придётся обтираться. Потому что как бы иначе просто загнёшься. Давайте об этом поговорим побольше. Вот смотрите. Земля даёт человеку спокойствие. Если человек двигается просто на свежем воздухе, и у него бессонница, он не может спать, он очень сильно напряжён внутри себя, какой-то стресс. Допустим, он стресс, если он двигается там, где деревья растут. И плюс, как бы надо понять вот этот момент, что разговаривать не надо. Правильно. То есть надо слушать лекцию, молитву. То есть нужно находиться в состоянии обмена. Понимаете, у нас внутри живёт память о себе. Потому что так действует судьба. Допустим, вы идёте по лесу и вспоминаете свою жизнь. Я такая несчастная, замученная. У меня всё плохо. Вот. Никто не водится со мной. И все мои подружки, пиявки и лягушки. Вот. Эх, жизнь моя жестянка. А ну её в болото. Вот. А мне летать, а мне летать охота. Если вы будете так думать, идя по лесу, то вы никакой лечения не получите. Потому что когда человек идёт и думает о себе, то он находится в контакте с собой. И деревья никакие ему не помогут. Потому что в это время он ничего не получает ни от земли, ни от деревьев, ни от воздуха. Потому что для того, чтобы что-то получать, нужно совершить подвиг. И этот подвиг называется отвлечься от себя. Надо заставить себя отвлечься от себя. То есть нужно настроиться на воздух, на солнце, на деревья. И вы скажете, в Челябинске всё загазовано, какой воздух, какое солнце. Поймите, что и так загазовано, и так загазовано. Если вы будете двигаться, будет загазовано. И не будете двигаться, будет загазовано. Так лучше уж двигаться, чем не двигаться. Вы скажете, если я буду дышать в Челябинске, у меня всё внутрь пойдёт. Так оно и так у вас внутрь всё идёт. Я к чему говорю, что если вы начнете активный образ жизни, то у вас все будет вентилироваться, проветриваться и очищаться. Организм, когда живет активно, он сам себя восстанавливает, очищает. У меня один родственник, он очень любил мастерить мебель. Он был мебельщиком такого, очень высокого класса. До просто глубокой старости он постоянно целыми днями стругал, забивал гвозди, клеил. И он жил в городе, в Чапаевске, в котором загазовано в 10 раз больше, чем у вас. Вот я у вас дышу нормально и не почувствовал ни разу, что что-то загазовано. Нет, живу здесь, приезжаю, ни разу не почувствовал. Вы говорите, плохой у вас воздух. Но там, в Чапаевске, кто из вас был в Чапаевске? Вы поняли, да, о чем я говорю? Там дышать просто нечем. То есть там идешь и... Вот, и он ничем не болел, этот человек. Потому что он постоянно был занят любимым трудом. Он постоянно двигался, понимаете. Когда человек двигается, у него все прочищается. У него все в организме нормально становится. И он в результате не болеет. Несмотря на то, что воздух может быть плохим. Конечно, лучше, когда воздух хороший. Лучше жить там, где хороший воздух. Вот. Но даже это, то, что воздух плохой, не является причиной болеть. Понимаете? Допустим, или не двигаться. Допустим, я жил прямо в самом центре Москвы. Вот где уж воздух хуже. Потому что там просто нет этих деревьев. Там на расстоянии 5-10 километров в радиусе. Просто каменные джунгли. Понимаете? Я прямо в самом центре жил. Возле Арбата. На Арбате работал. Возле Арбата жил. Пешком ходил на работу. 7 лет. И каждый день я или ходил пешком много, или бегал. И я чувствовал себя хорошо. Хотя, несмотря на то, что воздух был плохим. Люди говорят, нельзя дышать там, где плохой воздух. Нельзя есть там, где плохой воздух. И так далее. Понимаете? Это бред полный. Так мыслить. Надо двигаться. Нужно жить. Понимаете? И организм сам очистит себя от всего ненужного. Вот это мышление, что здесь дышать нельзя. Ну попробуйте не дышать тогда. Сколько вы сможете не дышать? 4 минуты и все. Потом 3 раза ногой дернете. И все. На этом все закончится. Вот. Не дышать человек не может. Поэтому нужно любить свою природу. Вот такое настроение должно быть, понимаете, у человека, когда он живет. Если у него другое настроение, то он сокращает продолжительность своей жизни. А особенно, если он находится на природе и пытается вылечиться. Нужно всех любить. Нужно любить природу. И это аскеза, понимаете? Потому что в голову лезет что-то другое. Как я могу любить? В такой стране живут, такие люди вокруг окружаются. Такая природа, все заказовано. Как здесь можно быть счастливым? Если вы так будете мыслить, значит, вы будете больным и несчастным. Академия. Потому что в голове у них есть разница.